Galaxy S20 Ultra – самый большой смартфон во флагманской линейке Samsung этого года, который к тому же оснащается 108-мегапиксельным модулем камеры. Что в целом может предложить этот смартфон со всеми последними исправлениями и насколько хорошо он фотографирует, я расскажу в этом обзоре. Комплектация в этой модели под стать другим флагманским смартфоном Samsung. В коробке с аппаратом можно найти блок быстрой зарядки на 25 Вт, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карты и проводную Type-C гарнитуру от AKG. С лицевой панели Galaxy S20 Ultra отличается от других флагманов Samsung этого года лишь более крупными размерами. На данный момент в топовой линейке производителя он предлагает самую большую диагональ – 6,9 дюйма. Это даже немного больше, чем у Galaxy Note 10+, который под стать серией оснащается, казалось бы, и так большим 6,8-дюймовым экраном. Но, как видно, крупная диагональ теперь является привилегией не только линейки Galaxy Note. Из интересных нововведений на фронтальной панели Galaxy S20 Ultra отмечу небольшое отверстие в экране под фронтальную камеру. При этом Samsung довольно элегантно решили вопрос с датчиками приближения и освещения. Они находятся не в верхней рамке корпуса, а прямо под дисплеем. Кроме этого, сам экран в смартфоне теперь практически не закругляется по краям. По сути, дизайн в Galaxy S20 Ultra начинается на тыльной панели. Здесь у производителя было чуть больше простора для творчества, но в основном вокруг реализации блока камер. Samsung решили последовать последним трендам и сделать его массивным, тем самым подчеркивая возможности фотомодулей. И даже нанесли на корпус надпись Space Zoom 100X, которая, как по мне, является лишней и вовсе не показывает одно из главных достоинств аппарата – крупный сенсор основной камеры. Блок камер заметно выступает из корпуса. Компании пришлось пойти на этот шаг, чтобы вместить телефотокамеру с конструкцией перископа. Чисто эстетически решение не самое правильное, но, к счастью, оно достаточно легко исправляется с помощью чехла. Материалы корпуса в этой модели такие же, как Galaxy S20 и S20+. В Samsung использовали защитное стекло Gorilla Glass 6 для лицевой и тыльной панели, но последнее теперь сильнее закругляется на боковые грани. Конструкция тоже не изменилась. Стеклянные панели соединяются с помощью металлической рамки. Как и положено топовому смартфону, корпус S20 Ultra имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В Galaxy S20 Ultra используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в дисплее. На него удобно попадать большим пальцем правой или левой руки, хотя сама область сканирования довольно компактная. Но срабатывает датчик быстро, на разблокировку тратится буквально секунда. Еще один способ разблокировки дисплея в смартфоне – это система распознавания лица, которая работает на основе фронтальной камеры. И так как в S20 Ultra нет дополнительных инфракрасных датчиков, то такой способ защиты данных в аппарате нельзя назвать полностью безопасным. Но отмечу, что в целом система распознавания лица на основе камеры работает и позволяет довольно быстро разблокировать экран, причем даже в очках. Но такой способ хуже срабатывает в темноте, как я уже отметил, является менее безопасным. Если раньше вам тоже казалось, что рост диагонали дисплея в смартфонах вот-вот должен закончиться, то Samsung и в этот раз удалось доказать обратное. В S20 Ultra производитель использовал 6,9-дюймовый сенсорный динамик AMOLED 2X дисплей с максимальным разрешением 3200 на 1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Традиционно для флагманов Samsung используется матрица с отличными углами обзора, поддержкой HDR10+, и цветопередачей, которая зависит от выбранного профиля, насыщенного или природного цвета. В первом дисплей формирует картинку с расширенным цветовым охватом DCI-P3, а во втором – sRGB. Важное нововведение в Galaxy S20 Ultra не только диагональ, которая позволяет отображать на дисплее больше информации, комфортнее смотреть видео и играть в игры, но и частота обновления 120 Гц. Она позволяет сделать картинку более плавной, благодаря чему кажется, что интерфейс системы работает намного быстрее. В Украине Galaxy S20 Ultra официально продается только с процессором Exynos 990, который включает графику Mali-G77 MP11. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 12 ГБ, а встроенность – 128 ГБ. И на данный момент это базовый и единственный объем хранилища, доступный в продаже в Украине. Поэтому, учитывая стоимость смартфона и тот факт, что снимки на 108-мегапиксельную камеру занимают от 15 до 50 МБ, а видео в разрешении 8К и того больше, хотелось бы видеть в этой модели минимум 256 ГБ памяти. Безусловно, ее можно расширить за счет карт памяти microSD, но в аппарате с приставкой Ultra ожидаешь получить все и сразу. Глоток для SIM-карт в смартфоне гибридный, это означает, что у него можно добавить либо две наносим-карты, либо одну и карту памяти. Но благодаря поддержке формата eSIM в S20 Ultra можно одновременно использовать два номера телефона и расширить хранилище данных. Одной из причин, по которой я так долго задержался с обзором смартфона, стало желание протестировать его уже с финальной прошивкой, которая появилась только в начале апреля. С ней Samsung исправил те недочеты в работе камеры, которые проявили себя с первых версий программного обеспечения, в частности, была исправлена нестабильная работа автофокуса. Но для начала разберем особенности системы основных камер смартфона, а она довольно интересная. Компания Samsung использовала 4 модуля. 108-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f1.8, фокусным расстоянием 26 мм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. 48-мегапиксельный телефото с конструкцией перископа, диафрагмой f3.5, фокусным расстоянием 103 мм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 10-кратным гибридным оптическим увеличением и 100-кратным цифровым. 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f2.2, фокусным расстоянием 13 мм, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией. 0,3-мегапиксельный с диафрагмой f1.0, замеряющей расстояние до объектов. Начнем с основного 108-мегапиксельного модуля Samsung The Cell Bright HMX, который впервые используется в смартфоне компании. По умолчанию он делает снимки с разрешением 4000 на 3000 точек, объединяя информацию соседних пикселей для повышения качества фотографий. В то же время в меню приложения камер можно переключиться на полные 108 мегапикселей, в этом случае разрешение снимка вырасти до 12000 на 9000 точек. При этом отмечу, что в обоих режимах съемки фото сохраняется мгновенно, их обработка не занимает у процессора много времени. Днем основная камера делает качественные снимки с хорошей детализацией, правильной экспозицией, широким динамическим диапазоном и нехарактерной для флагманов Samsung более естественной цветопередачей. Последнее особенно понравится тем, кто самостоятельно обрабатывает отснятые фотографии. Но если вам необходимо больше деталей на снимке, то для этого стоит переключиться на максимальное разрешение 108 мегапикселей. Последние несколько лет производители смартфонов активно используют постобработку, в том числе за счет нейросетей, чтобы повысить качество ночных снимков. Но как показывает пример Galaxy S20 Ultra, размер сенсора все же играет первостепенную роль. В автоматическом режиме ночью камера аппарата делает вполне неплохие снимки. Пусть она и заметно теряет в деталях, но сама картинка получается очень близкой к реальной. В то же время в ночном режиме камера пытается добавить больше резкости и вытянуть больше света, но иногда его даже слишком много. Более агрессивная постобработка сказывается и на цветопередаче, она становится неестественной. В итоге ночной режим хотя и выручает, но в тех случаях, когда объект съемки имеет хоть какое-то освещение, стоит попробовать обычный автоматический режим. Результат с ним может оказаться даже лучше. 48-мегапиксельный телефото модуль Galaxy S20 Ultra впервые в смартфонах Samsung оснащается конструкцией перископа. Она состоит из зеркала и системы линз, за счет которых происходит оптическое приближение. В S20 Ultra телефото камера делает снимки с разрешением 12 мегапикселей, несмотря на более высокое разрешение модуля. Обеспечивает 4-кратное оптическое приближение до 10x в гибридном режиме и вплоть до 50x можно получить неплохой результат с цифровым увеличением. Также отмечу, что телефото камера работает и в ночном режиме съемки, хотя диафрагма f3.5 не позволяет матрице получать достаточно света, поэтому при плохом освещении детализация сильно падает. Но ночной режим за счет склеивания снимков с разными параметрами обеспечивает больше резкости. Здесь вы можете задаться вопросом, а как же надпись 100x поизум на корпусе смартфона, которая обещает 100-кратное приближение? По факту никак. Galaxy S20 Ultra действительно может делать снимки с цифровым приближением до 100x, но в реальности выше 50x картинка начинает сильнее смазываться, и до 100-кратного приближения на фото уже особо нечего рассматривать, разве что очертания объекта съемки. Поэтому, возможно, кому-то будет приятно знать, что камера смартфона может делать снимки с приближением 100x, но практического применения у этой функции нет. Напоследок, в телефотокамере хочется отметить просто отличную работу стабилизации, которая компенсирует дрожжение рук и позволяет навести объективный объект съемки даже при максимальном цифровом приближении. 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль Galaxy S20 Ultra – единственная камера в аппарате, которая также используется в других моделях Samsung, в частности в S20 и S20+. В ней хотелось бы видеть оптическую стабилизацию, но пока производитель добавил только электронную. В целом, сверхширокоугольный модуль со своей работой справляется, позволяя захватывать больше сцены. При плохом освещении за счет ночного режима с его помощью также можно делать снимки, и в зависимости от количества света они могут получаться вполне неплохими. Но не самая светосильная оптика и отсутствие оптической стабилизации не позволяют сверхширику конкурировать ночной съемки с основным модулем. Фронтальная камера в Galaxy S20 Ultra 40-мегапиксельная с диафрагмой f2.2, фокусным расстоянием 26 мм и автофокусом с определением фазы. Она поддерживает переключения на более широкий угол обзора и создание портретов с размытием фона. Как и положено флагману, тем более ультра, смартфон оснащается внешними стереодинамиками, один из которых расположен на нижней грани корпуса, а второй с вами начнен с разговорным, находится в еле заметной полосе между стеклом лицевой панели и металлической рамкой. Благодаря им звучит S20 Ultra довольно громко и объемно, особенно как для смартфона, что позволяет не только комфортно смотреть видео без наушников, но даже включать музыкальные композиции. Проводные наушники к аппарату можно подключать напрямую через порт USB Type-C. К счастью, в комплекте идет неплохая гарнитура от АКГ, либо через переходник на 3,5 мм разъем. Кроме этого, поддерживается беспроводное подключение через Bluetooth 5.0. По емкости аккумулятора Galaxy S20 Ultra является еще одним рекордсменом флагманской линейки Samsung. В нем установлена батарея на 5000 мАч. В тесте автономности Geekbench 4 под максимальной нагрузкой с яркостью дисплея 200 км2, частотой обновления 120 Гц, аппарат продержался 8 часов 13 минут. Если переключить экран на частоту обновления 60 Гц, то в том же тесте S20 Ultra показывает результат 9 часов 24 минуты. В реальном использовании при 5,5 часах работы экрана без игры, но с 30-40 минутами просмотра видео, смартфон держится почти полтора дня. Это вполне хороший результат, учитывая диагональ дисплея и частоту обновления 120 Гц. В комплекте с Galaxy S20 Ultra поставляется блок питания на 25 Вт, но сам аппарат поддерживает быструю зарядку до 45 Вт по стандарту Power Delivery 3.0. Кроме этого, его можно подзаряжать беспроводным способом. Для этого подходят чьи зарядки мощностью до 15 Вт. А если нужно подзарядить какой-нибудь аксессуар, который поддерживает индукционную зарядку, например, наушники или часы, то в S20 Ultra для этого есть режим Wireless Power Share. С Galaxy S20 Ultra компания Samsung решила сыграть большие цифры, выпустив смартфон с самым крупным о флагманской линейке дисплеем, самой емкой батареей, 108-мегапиксельной камерой и 100-кратным зумом. И если последний оказывается полностью бесполезным, то в остальном накрутка возможностей дает свой результат. Смартфоны, скорее всего, понравятся тем пользователям, которым просто нужны самые топовые характеристики, а также энтузиастам, увлекающимся мобильной фотографией. Но для массового покупателя в линейке флагманов Samsung более рациональным выбором все равно остаются Galaxy S20 и S20+, которые мало чем уступают ультрамодели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok